Как сократить бюджетную рекламу и продавать свои продукты онлайн? Мы находимся в эпицентре, как говорят, идеального шторма. Особая турбулентность, особое время. Все хотят быть в онлайне. И если ваш бизнес до этого не делал онлайн-продажи, если вы хотите сохранить бизнес, вам надо думать о том, как быть представленным в онлайне. В этом ролике я хочу дать вам три инструмента, которые позволят вам проще продавать при меньших инвестициях в рекламу. Эти три инструмента уже давно помогают моим клиентам, у которых есть результаты в плане роста КПД их бизнеса, но поверьте, все эти инструменты можно использовать и в это особенное время. Они будут также эффективно работать, даже еще эффективнее. И, кстати, в конце этого ролика вас ждет особенный подарок. Я приготовила для вас бесплатный мастер-класс. Два часа для того, чтобы вы могли глубже погрузиться в тему онлайн-продаж и работы в интернете. Что нужно сделать, чтобы его получить, я скажу в конце. А теперь три инструмента. И первый инструмент, конечно, вам будет действительно смешной вот меня услышать от меня, от эксперта по теме личного бренда, но да, я в очередной раз хочу сказать о том, что именно личный бренд является инструментом, который позволяет оптимизировать рекламный бюджет в социальных сетях и в онлайне. Для того, чтобы вы сами себе ответили на вопрос, почему, я задам вам вопрос. Вот честно сейчас, возьмите свой инстаграм и посмотрите, на кого вы подписаны. Сколько среди ваших подписок компаний, а сколько людей. И вы увидите по своему потребительскому поведению, то есть я как потребитель, как я веду себя на рынке, я хочу смотреть истории людей, мне интересно наблюдать за персоналями, я подписан на блогеров, на лидеров мнений, на моих близких, на моих знакомых, на моих товарищей. И я подписан на свою компанию, на компанию своей жены, на компанию своей тещи и на компанию моего друга. Все. Мы люди, нам интересны люди. И получается, что когда вы не строите личный бренд в онлайне, вы теряете колоссальное количество внимания и трафика. Позвольте, чтобы окончательно расставить точки над «и» в этом вопросе, дать вам несколько фактов. Знаете ли вы, что фотография с вами в среднем собирает на 30% больше вовлеченности в реакции, лайков, комментариев, сохранений, чем просто фотография вашего товара? Знаете ли вы, что больше 40% уже подписчиков не смотрят ваши посты? То есть они просто не читают, они смотрят сториз. А почему люди смотрят сториз? Потому что они хотят движения, они хотят жизни, они хотят закулись, они хотят реальности. И эти люди смотрят ваши сториз. Неужели в сториз можно постоянно показывать товар, да товар, да товар, да товар? Нет, в сториз это всегда коммуникация человек к человеку. Вот вам несколько причин, почему именно ваш личный бренд проявленный, интересный, ценностный, философский, каким бы вы ни выбрали быть, он является действительно инструментом сокращать бюджетную рекламу, увеличивать вовлеченность и доверие. При этом он работает не только на клиентов, но он привлекает к вам сотрудников, партнеров, подрядчиков, представителей СМИ. Как часто мои студенты рассказывают, что мне в директ написали и пригласили меня на какую-то передачу. Мне в директ написали и спросили, есть ли такая услуга, я ее создала, в итоге заработал миллион. Понимаете, если вас нет в инстаграме, есть компания, давайте такой еще вопрос. Когда вы звоните в какую-то компанию, вы хотите висеть на 8 800, 2500, чего-то там, и ждать, пока вам ответит какой-то оператор? Или вы хотели бы персонального менеджера, которому можно напрямую написать, когда вам удобно, чтобы обсудить детали заказа и так далее? Какой бы ни был бы кризис на дворе, персонализация – это мир, в котором мы живем, и это будет нарастать. Из 10 компаний, которых человек выбирает, какую поддержать, он будет поддерживать ту, которая связана с эмоциями, с впечатлениями, с эмпатией. Мы не можем сочувствовать эмпатично табуретке, мы не можем эмпатично сочувствовать воде или кофе, но мы можем сочувствовать человеку, который создал это, если мы его знаем, и если у нас отзывается его философия. Феномен Apple не только в том, что это реально крутой продукт, а в том, что у него, у этого продукта был создатель Стив Джобс. И именно поэтому книг про Стива Джобса больше, чем про компанию Apple. А когда мы читаем про Стива Джобса, мы влюбляемся в Apple, и нам интересно соприкоснуться с этим продуктом, как это однажды произошло со мной, хотя я раньше была фанатом Nokia. Вот простой пример. Поэтому первый инструмент – это личный бренд. Второй инструмент – это human-to-human технологии. Что это значит? От человека к человеку. Любого рода коллаборации, коммуникации с людьми, у которых есть социальный капитал. Причем, не обязательно должно быть там 100 тысяч подписчиков в миллион. Это могут быть микроблогеры, с которыми вы делаете коллаборации, обмена аудиториями. Вы сейчас скажете, да, но это мелко, это непонятно, мне надо гиги. Мы живем в новое время. Время, когда вам нужно тратить меньше и делать это с КПД. Когда у вас есть личный бренд, и, кстати, если у вас его нет, вы не понимаете, что делать в этом направлении, то, естественно, мы обучаем этому на мастер-группе. И здесь сегодня у меня будет для вас подарок, который позволит соприкоснуться с нашим обучением бесплатно. Я дам его в конце. Поэтому не останавливайте сейчас на моменте, я не знаю, что делать, я не знаю, про что мой бренд, я не знаю, кто я как человек бренд, какой у меня бренд-бук. Это не важно. Вы можете ничего не знать, мы вас всему научим. И покажем, и за руку проведем наше сообщество людей-брендов. Но human-to-human технологии, это когда вас рекомендуют, эффективность, когда блогер говорит о том, что, например, я пью эту воду, или он говорит, я дружу с этим человеком, который производит эту воду. Угадайте, что будет эффективней? Эффективнее нативная, дружеская, реальная рекомендация. Не так давно я записывала интервью на одной из наших выпускниц, она стилист, она получила очень интересного крупного клиента, который просто увидел за кулисьей нашей съемки мой сториз, в котором я отметила ее. Она подписалась на нее, читала ее, потом написала в директ, спросила, можно ли к ней записаться, спросила меня, а правда ты работаешь с этим стилистом? И я сказала, да. И таким образом состоялось интересное партнерство долгосрочное. Понимаете, мы смотрим, с кем кто общается, кто с кем дружит, кто с кем делает эфиры. Феноменально выросло количество прямых эфиров за последнее время, когда наступила волна с коронавирусом и со всей этой историей. Почему? Люди начали взаимодействовать через интернет, люди многие сидят дома, и в этот момент не бренд, не бутылка разговаривает, это опять про ценность личного бренда. Что такое будет человек с человеком, они обмениваются аудиториями. Мы сейчас в 10 раз сократили бюджет на таргетинг. В 10 раз сократили бюджет на таргетинг. Все знакомые, которые услышали об этом, говорят, а как вы будете делать трафик? Мы начали делать ставку на усиление. Мы и так всегда использовали вот эти технологии, там работу с блогерами, какие-то коллаборации, совместные эфиры, экспертные посты, адвокатов бренда. Мы всегда это делали, мы просто сейчас переориентировались туда. И вы знаете, это дает результаты. Это дает результаты в виде роста продаж в ситуации, когда в принципе рынки падают. Потому что это реально работает. Раньше не было на это времени, была какая-то суета. Теперь, когда ситуация такая, какая есть, нам приходится сделать выбор в сторону эффективных вещей, которые работают сейчас. И human-to-human коммуникации, и мы этому тоже отдельно и мощно обучаем, это то, что работает. И третий пункт, как вам сократить бюджетную рекламу и продавать больше в онлайне, это брать актуальные темы. Как бы это странно не звучало, но когда сейчас ты выкладываешь фотографии, в которой фигурируют атрибуты времени, например, маска, эти фотографии собирают больше вовлеченности. То есть люди хотят читать актуалочку, людей волнует, что происходит в мире, что ты думаешь, какие новости, что сказал президент, какая ситуация. И когда вы даете актуальную тему, эта тема заходит. Я приведу пример. Мы делали совместный эфир с моим другом Евгением Ходченковым. И во время эфира он в шутку надел маску, мы говорили об антикризисных мерах, он надел маску и предложил сделать людям, которые смотрят, предложил сделать сториз про наш эфир, в котором я делал так вот, а он сделал фотографию в маске. То есть он надел маску, а я сделала ужас, ужас. Вы знаете, этот эфир набрал порядка 300 сториз. Просто, то есть если обычный эфир набирает там когда-то 10, 15, 20, 50, 100, этот эфир, и причем все сториз, они все были, где Женя в маске, я с таким лицом. Почему? Потому что это трендовая тема. И все писали, идите, посмотрите, они рассказывают интересные антикризисные стратегии. То же самое, пока не запретили рекламу в таргете с масками, сейчас ее уже запретили, это самая лучшая была цена клика. То есть подумайте в ваших постах, о чем вы можете писать, какой вы можете делать визуальный контент, который будет отражать в те тенденции, тренды, которые есть сейчас. Причем эта рекомендация работает на все времена, потому что если вы садитесь на тему 8 марта, 14 февраля, холодной погоды или там наоборот теплого лета, холодной, наоборот, теплой зимы, холодного лета, так далее. То есть что люди сейчас обсуждают? Но важно не просто перепощивать новости или говорить «Капитан, очевидное, невероятное». Важно пропускать любой информационный повод через себя, дать свою призму того, как вы видите. И тут уже зависимость от вашего личного бренда, какие темы являются для вас приемлемыми, а какие табу. Потому что я вот, например, никогда не пишу про политику и про религию. Но, например, я часто говорю о том, что такое рост, от чего он зависит. И поэтому то, что происходит вокруг, тема роста в кризис или безопасности в кризис, это тема, о которой я легко говорю. И я хочу сказать, что вовлеченность выросла в разы. Вовлеченность, количество комментариев, количество обратной связи, благодарности и покупок. Хотя у меня нет антикризисных продуктов, я просто продолжаю делать то, что я делала всегда. Но так как идет акцент на те вещи, о которых я вам рассказываю, это личный бренд, это human-to-human коммуникации, и это темы, которые сейчас волнуют моих подписчиков, они и меня волнуют тоже, то в целом идет рост охватов, рост вовлечения и как следствие рост продаж, потому что у меня актуальные продукты и есть специальные предложения. Вот вам три инструмента, возьмите их и ваши продажи вырастут. А если у вас сейчас полное непонимание, с чего начинать личный бренд в социальных сетях, мастер-класс личный бренд в инстаграм, он двухчасовой, он очень насыщен полезным контентом, там внутри есть для вас еще особенные подарки, ждет вас под этим роликом, оставляйте свои данные, забирайте этот мастер-класс и будьте в диджитал, будьте в онлайне, учитесь новым технологиям, берите эффективные инструменты. Все это работает и это позволит вам иметь больше шансов для того, чтобы быть в плюсе в любой ситуации. С вами была Мария Озаренок, поставьте лайк, поделитесь этим видео, если это полезно, поддержите меня, если то, о чем я рассказываю, актуально для вас. Благодарю вас, счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok